Итак, здравствуйте, коллеги! Вновь приветствуем вас на нашей конференции. Мы сегодня говорили про деревья семантические, про деревья абстрактно-синтаксические. И чем дальше влез, тем больше у нас возникает вопрос «зачем?». Его уже озвучивали как минимум два раза после докладов. Юра, а зачем? Зачем свое? Своё? Мы свое не пишем. Мы взяли всё готовенькое. А как выбирали? А как выбирали? Выбирали инженерным путем, методом проб и ошибок. И вы про это будете рассказывать, полагаю? Ну да, был путь непростой, но мы нашли свое решение, которое именно нам подходит. Ну, заварили кашу, теперь о компонентах и рассказывайте. Спасибо, спасибо за представление. А кашу, видимо, мне расхлебать сейчас надо будет. Да, всем привет. Меня зовут Федотов Артём. Я работаю руководителем команды мобильной разработки для платформы iOS в торговой… для мобильного приложения торговой сети «Пятерочки». Вот, возможно, если вы собирали у нас на стенде корзинку технологий, вы там встречали такое название, как «Дивкит», и я расскажу сегодня о том, как мы к этому пришли. Если не собирали корзинку, еще успеете сегодня сделать это, стоит. За афишки, которые получите, можно прикольный мерч получить. Вот, развитием мобильного приложения для торговой сети «Пятерочки» занимается X5 Tech, которая, компания, которая входит в состав X5 Group, владеющий, собственно говоря, торговой сетью «Пятерочку» и рядом других. А внедрением сервер-дрифлен UI занимаемся в рамках одного из цифровых продуктов, которые разрабатываем в компании. Вот. Я мобильной разработки с 2010 года. За это время поработал над многими продуктами, в том числе над игровыми приложениями немного работал. А сейчас, как сказал, занимаюсь развитием и внедрением мобильной виджетной платформы в X5 Tech. О чем доклад примерно? Ну, как мы, собственно, пришли к тому, что нам нужен SDUI? Вроде это не очевидно, бывает иногда. Исходя из чего вы убирали решение? То, о чем Юру спросили, я все-таки расскажу об этом. Пример взаимодействия нативной логики и виджета приведу. Там есть несколько интересных моментов. Ну и то, к чему… Какой-то промежуточный ток внедрения подведу на настоящий момент, с чем мы столкнулись. И что вышло из самого внедрения. Значит, вначале у нас было обычное мобильное нативное приложение. Без каких-то изощрений. Но у мобильных приложений есть существенный недостаток. Наверное, один из главных – это то, что релизы его – это длительный процесс. Нужно ревью в сторах проходить. Иногда это долго. Там бывают режекты по разным причинам. Плюс ко всему, все это происходило в момент, когда стал высоким риск блокировки в сторах. Чтобы его в том числе нивелировать, решили попробовать гибридное мобильное приложение. То есть на стыке веб-технологий и натива сделать что-то, что позволит сократить time-to-market за счет того, что мы можем одно выкатить без ревью. Но у этого существенный недостаток то, что такие приложения для пользователя выглядят ненативно по причине той, что это веб-вью. Оно загружается. Там анимации не такие плавные. Интеграция с нативными экранами тоже выглядит местами не очень. Иногда не получается это все красиво сделать. Для доступа к нативным функциям, что из JS не всегда можно сделать, приходится разрабатывать собственное решение. К слову, WebKit позволяет перехватывать какие-то вызовы из JS и обратно отправлять ответы наподобие взаимодействия клиент-серверного. Но это затратно, это что-то новенькое, не всегда очевидное решение, повторюсь. Поэтому можно отнести к недостаткам. Это сложно достаточно. Плюс к всему столкнулись с тем, что сервис Worker в Vue на iOS недоступен просто так, если у вас не браузерное приложение. А у нас оно такое как раз. Его можно активировать включением Abound Domains, но их может быть только 10 штук. И только в этих 10 доменах, ну и в субдоменах, соответственно, работает сервис Worker. Мы этот лимит практически исчерпали на настоящий момент. И плюс к всему еще загрузка веб-приложения выглядит так, что мы, когда бандл загружаем, у нас, если что-то в нем недозагрузилось, пользователь не может взаимодействовать с этой страницей. Это неприемлемо, поскольку пользователю все-таки нужно давать иметь возможность воспользоваться хотя бы той частью приложения, которое успешно загрузилось. С этим были большие трудности. И все это в какой-то мере нас подтолкнуло тому, что надо бы как-то это исправить. И нужно как-то добиться того, чтобы пользователь мог пользоваться своим приложением и было приятно им пользоваться. И ответом в какой-то момент стал SDUI, который примерно полтора года назад у нас внедрение потенциально маячить начало на горизонте. Он был уже популярным, поэтому доклады делались, и мы решили попробовать, почему бы нет. Но как только мы познакомились с этим поближе, у нас сразу возник ряд вопросов, вот как управлять состоянием, как выполнять конфигурацию интерфейса и пользовательское взаимодействие, чтобы иметь возможность реализовать те сценарии, которые у нас в приложении присутствуют, где размещать бизнес-логику, и в каком виде она должна быть, и как обеспечить актуальность данных в мобильном приложении. Потому что мы начинаем по-другому строить интерфейс. У нас, соответственно, часть этой логики по загрузке данных должна быть динамической, потому что сам интерфейс становится динамическим, и мы не можем в мобильном приложении все возможные варианты предусмотреть. Соответственно, нужна какая-то конфигурация, с помощью которой мы сможем описать логику загрузки данных. В идеале, конечно, нам нужен был инструмент как раз сделать такой, чтобы взять все лучшее от натива и от гибрида, то есть быстрый TTM, гибкость и гибкость гибрида. И с этим мы пошли искать возможные варианты решения. Как правило, тут программисты, по моему опыту, сталкиваются с двумя вариантами. Давайте сделаем все сами. Это круто, прикольно, интересно, что-то новенькое. Как правило, никто до нас подобного ничего не делал, у нас свои задачи. Но это путь очень такой тернистый, потому что задачу очень легко недооценить на старте, особенно когда она такая, сделать сразу все мобильное приложение, чтобы оно было вот таким гибким. Но даже не все, а постепенно, идя этим путем, нужно разработать инструмент, который позволит пройти его. Плюс это все-таки будет более технологическая разработка, а не продуктовая, с которой мы привыкли работать, и с чем у нас не было достаточной экспертизы. И это привело бы к трудностям с тем, как решать определенные задачи. То есть это усложнение, с которым не хотелось бы сталкиваться. И, как следствие, релизный цикл поменялся бы, потому что помимо того, что мы должны развивать мобильное приложение, мы должны развивать инструментарий для того, чтобы это мобильное приложение развивалось. Немного замкнутый цикл такой получается. Тут как будто бы надо делиться на две команды в тот же момент. Исходя из этого, чтобы как-то попытаться со всей этой сложностью справиться, решили посмотреть, может быть, есть что-то готовое. И, конечно же, были готовые инструменты разные. Среди прочих, вот коллега как раз Юра предложил, а давайте посмотрим на Дивкит. Это вроде бы как уже достаточно развитый инструмент. Он позволит нам многие вещи решить. Но мало ли. Были опасения в плане том, что, когда берешь инструмент для своих задач, нужно понимать, насколько он тебе подходит. Тут вот на слайде приведено как раз то, что он как слишком сложным может оказаться для твоих задач, то есть как пушкой по воробьям получается стрелять, так и слишком простым. То есть вроде взяли что-то готовое, но его постоянно нужно дорабатывать, расширять. Ни с чем из этого не хотелось бы сталкиваться. И вот беглый просмотр как бы показал, ну вроде как Дивкит нам, наверное, подойдет. Плюс ко всему внутри команды могут быть разные отношения к тому, как к внешним зависимостям относимся. Это всегда риск, потому что мы заимствуем кодовую базу. Ее всю невозможно изучить сразу, вот насколько она хорошо сделана. Может быть там есть какие-то вещи критичные для нас, нет их там для нас, непонятно. Ну и в целом как бы это что-то написанное не мной, поэтому оно такое. И если таких настроений много, это может быть проблемой. У нас разные настроения были, я сразу скажу. Но, как вы, наверное, уже поняли, мы все-таки выбрали готовое решение. Плюс еще одним важным моментом является то, чтобы с этим инструментом было понятно, как работать. То есть у него должна быть документация, примеры. С ним должна быть возможность разобраться. Дивкит это позволил сделать, у него и документация присутствует. Не сказать, что она всеобъемлющая, но она достаточно подробная. У него есть инструмент, который позволяет начать разбираться с этой технологией. В итоге, собрав все плюсы, положив на другую чашу весов все минусы, все-таки плюсы перевесили. И мы выбрали его, порадовались и пошли делать наше приложение, внедрять в него сервер Driven UI. В самом Дивките, если кратко посмотреть, просто что он из себя представляет, что нам, так скажем, что он закрыл все наши потребности. Он позволяет выводить текст, изображение. Он позволяет с анимацией работать в каком-то виде. У него есть из коробки таймер, который можно на экране запускать. Это иногда, ну, все-таки достаточно важная штука бывает. Хотя пока мы им мало где пользовались, если честно сказать. Плюс к всему, у него есть возможность хранения состояния какого-то. Там реализовано несколько инструментов для этого. И для старта нам этого хватило. Но сразу же встали вопросы с тем, а как мы будем навигацию в приложении организовывать. Потому что хорошо мы загрузили отдельный экран, мы его отрендерили. Но как перейти на другой экран? Дивкит из коробки такого решения не предоставляет. А здесь приходится как-то самим выкручиваться. Вроде бы у них в разработке есть сейчас какой-то фреймворк. Они его должны зарелизить когда-то в ближайшее время. Но так или иначе, сейчас нужно с этим самостоятельно будет разбираться. Плюс к всему, если в Дивките нет какого-то компонента или же интерфейс обладает специфической версткой какой-то на Дивките, которую сложно воспроизвести, придется самостоятельно решить этот момент с помощью расширений. Это, как правило, либо полностью нативный компонент, где мы почти полностью отказываемся от гибкости, которую сервер-driven UI дает. Либо что-то на стыке. То есть мы можем часть компонента нативным сделать, часть сервер-driven UI, как-то скомпоновать это. И Дивкит нам такое позволяет рендерить. У нас в нашем приложении такие моменты присутствуют. Можно будет об этом отдельно поговорить. Если будет интересно, например, их рассмотреть, расскажу, как это устроено. Вот. Дальше, собственно говоря, как мы плюс-минус прикинули, как мы можем решить наши потенциальные проблемы с навигацией, с сохранением состояния. Надо было понять, как мы поделим ответственность между бэкэндом и мобилкой. Потому что она сильно поменяется. Бэкэнд сильно более огруженным станет в плане логики. Он должен будет отвечать не только за поставку данных, но и правильный интерфейс рендерить. И, соответственно, вся верстка должна, исходя из парадигмы, уехать туда. Плюс ко всему, бэкэнд должен как-то понимать, как устроена навигация в приложении, чтобы присылать корректные конфиги для экранов. И мобильное приложение, пользовательские сценарии в нем не ломались при этом. Но, опять-таки, даже когда мы с этим разобрались, остались моменты с тем, как мы будем буквально каждый экран переводить на сервер-driven UI. Потому что, если открывали мобильное приложение пятерочки, иногда экраны там очень нагруженные, сложные. И взять и переделать весь сложно. Поэтому было принято решение, что часть экранов мы будем переводить модульно. А это, в свою очередь, потребует того, чтобы мы умели организовывать дуплексное взаимодействие между виджетом и нативом. То есть мы с виджетом могли принять какое-то событие, считать состояние с виджета и в то же время в виджет из натива записать какое-то состояние, чтобы обеспечить переключение интерфейса для пользователя. Ну и дальше я покажу пример, как подобная проблема решается. Более детально рассмотрим. Наверное, одним из существенных недостатков в целом сервера-driven UI является то, что всю верстку мы в таком случае делаем в JSON, в частности, в DivKit. У него есть DSL, который позволяет на языках программирования Kotlin, Python и JavaScript описывать тоже конфиги и по итогу описывать фактически генераторы этого JSON. но это все равно еще не та привычная мобильная разработка, которую большинство из нас, наверное, любит, когда ты в Xcode написал, описал какой-то интерфейс, нажал компиляцию, и тебе компилятор большую часть ошибок подсветил, ты их поправил, если потребовалось, а потом ты сразу же посмотрел еще, как это выглядит на устройстве. Тут этот цикл становится длиннее, потому что мы описываем JSON, потом мы как-то должны провалидировать его, и вот найти ошибку в этом JSON иногда бывает проблематично. И эта проблема до сих пор актуальна и остается, с этим придется что-то делать. Одним из основных способов взаимодействия виджета и натива является URL-схема. Это как в гибриде, так и здесь способ передачи информации. К сожалению, он односторонний, то есть мы можем в нативе перехватить такую URL-схему, а дальше нужно вот как раз с помощью какого-то API менять состояние виджета. С помощью нее, в принципе, можно организовать как раз организацию, как мы и сделали. Правда, она потребует унификации, потому что мы не можем описать все возможные сценарии, соответственно, мы должны написать утилиту, которая обеспечивает переходы между экранами, ну, что-то наподобие роутера, обеспечивает вариант переходов между экранами с возможной кастомизацией и дальше ей пользоваться. Из-за того, что весь UI уезжает на бэкэнд, мы больше не можем какую-то бизнес-логику на экранах покрывать юнит-тестами. И здесь нам приходится прибегать к тому, что мы должны автотесты подключать, либо скриншот-тесты, как, собственно, Яндекс делает. Это у нас пока автоматизация тестирования только пользовательских сценариев. Работает, как мне, насколько я знаю. То есть скриншот-тестами мы пока не пользуемся. Для той логики, которая на мобилке остается, там, естественно, юнит-тесты продолжают работать. Это все актуальным остается. Вот. И поскольку бизнес хотел сделать так, чтобы развитие мобильного приложения происходило быстрее, чтобы разработка как можно меньше к этому привлекалась и можно было управлять приложением фактически, ну, и с CMS, можно сказать, в какой-то мере. Хотя это очень с натяжкой можно назвать CMS. Мы с самого начала практически начали разрабатывать админ-панель, с помощью которой можно было бы на лету без релиза переконфигурировать мобильное приложение, и оно бы строило экраны пользовательские для… ну, по-новому фактически. Но сама задача подразумевает то, что нам нужно фактически написать сродни редактора сторибордов, то есть чтобы описать все экраны, навигацию между ними. Достаточно сложная задача. Мы до сих пор в процессе решения отдельных моментов находимся, но неплохо продвинулись. Вот так она у нас сейчас выглядит. Как видно, здесь главное мобильного приложения пятерочки отображается. Она сейчас вся на сервере Driven UI сделана с отдельными элементами, которые мы оставили нативными по тем или иным причинам. Об этом, как я сказал, можно отдельно поговорить будет, если будет интересно. Ну, и мы, собственно говоря, здесь описываем отдельные виджеты. Это модули на экране. И из таких виджетов собираем их и публикуем на прот. Пример виджетов вот можно посмотреть. Сейчас в основном это точки входа на промо-акции, то есть то, что наиболее динамически происходит. И слева можно на слайде увидеть пример верстки. Он сокращенный, то есть там ряд блоков вырезаны, потому что это достаточно массивные куски JSON. Но суть в том, что это что-то наподобие того, что мы можем увидеть в XML-ках. С версткой связано в том же HTML. То есть это плюс-минус об одном и том же. Сейчас я предлагаю посмотреть как раз на пример интеграции натива и виджета. То есть если у нас есть какой-то виджет справа, пример конфига, где у нас есть счетчик целочисленный, мы хотим в самом виджете этим счетчиком управлять и при этом из мобилки как-то тоже отслеживать его значение и, возможно, менять, если нам требуется это. Для этого нам поначалу нужно организовать какой-то класс, с помощью которого мы, в принципе, с виджетами будем взаимодействовать. Он может быть универсальным, поскольку вся логика загрузки и конфигурации самого виджета стартовая, она плюс-минус одна и та же, а уже за пределами этого провайдера можно разместить какую-то кастомную логику, связанную с представлением этого виджета. Для того, чтобы загрузить такой виджет, нам нужны три компонента базовых. Это divkit-компонент, идентификатор самого виджета и, собственно, фабрика для того, чтобы на основе конфигурации загруженной сервера отрендерить пользовательский интерфейс. Все это в состав divkita входит, то есть тут писать ничего не нужно. Объявляем, инициализируем и дальше используем. Затем, как правило, у нас конфиг хостится где-то на бэке, и мы по URL-ке должны его загрузить. Собственно, это делается. После чего мы должны из этого конфига JSON-дату преобразовать в JSON, которую понимает divkit, и из этой даты достать идентификатор виджета, с помощью которого мы будем менять его состояние через runtime divkita, и создать нативное представление для него, которое впоследствии добавит в иерархию видов. После этого пользователь увидит его на экране, по сути. Дальше в сам виджет-провайдер, чтобы управлять его состоянием, необходимо добавить три функции с помощью для чтения переменных, запись в переменную и реактивным наблюдением за состоянием отдельных переменных. Это тоже в состав divkita входит, то есть нам это не нужно ничего описывать, мы только абстрагируемся с помощью нашего провайдера от того, что у нас divkit находится под капотом, а дальше, по сути, мы обращаемся к публичному API. В divkite есть свой Rx framework, поэтому понадобится написать какой-то адаптер. Вот у нас на проекте комбайн используется, и мы, соответственно, к anypublisher его приводим. Сложного особо в этом ничего нет, но придется немножко заморочиться. А дальше этот провайдер мы помещаем во viewcontroller, там же можем разместить ссылку, с помощью которой мы хотим инициализировать виджет, и, допустим, при загрузке view можем стартануть таску, чтобы загрузить конфиг и разместить его на экране. Насчет этого кода можем похолеварить, приходить на стенд, если у кого-то есть желание. Тут есть много что поулучшать при желании, но для примера он для компактности сделан именно таким. И если нам потребуется из нативы зачем-то манипулировать переменной, допустим, вот сделаем в данном случае сброс счетчика в ноль, мы с помощью провайдера также можем обратиться к движку дефкита и сказать ему, чтобы он выставил определенное значение у переменной. Тут, если обратить внимание, значение, несмотря на то, что переменная целочисленная, передается в виде строки, поэтому за строгой типизацией нужно следить здесь самостоятельно. Дефкит занимается этой проверкой, и он не будет обрабатывать переменную, строки, которую нельзя привести к типу переменной. Это, собственно говоря, еще один риск, который надо как-то учитывать при интеграции виджета и натива. Следующий момент заключается в том, что когда пользователь с виджетом взаимодействует, он должен, он выполняет действия какие-то, иногда это может требовать обработки именно в нативной части. И чтобы перехватывать такие действия, в дефките реализованы URL-хандлеры, которые можно на стороне приложения реализовать. В самом хандлере можно иметь ссылку на необходимый сервис, и при получении такой URL-схемы мы можем ее распарсить, валидировать параметры у нее, и если нас все устраивает, передать управление в сам сервис для обработки. Собственно, так можно реализовать навигацию, запуски каких-то других утилит, которые используются в приложении. Мы так и сделали. И вот в качестве примера, допустим, навигации, у нас есть какой-то виджет, где размещена кнопка, и у нас есть экшен. Это сущность в дефките, с помощью которых описываются триггеры на взаимодействие пользователя с экраном. И в экшене указана URL-схема мобильного приложения. Допустим, мы хотим пуш экрана сделать. Тут видно, что в качестве названия экрана передана ссылка на переменную. Вот в таком случае дефкит, увидев конструкцию ссылки на переменную, подставит туда текущее значение из переменной, и мы получим уже готовую URL-ку, из которой просто должны будем из query параметров достать название экрана, запустить фабрику и отрендерить это. Вот можно посмотреть на диаграмме последовательности, как это выглядит. То есть при нажатии пользователем на экран управление передастся в движок дефкита, дефкит-компоненты, дальше они передадут это в URL-хандлер, который мы на своей стороне реализуем. Где-то у нас есть сервер роутера, который мы попросим создать экран с тем или иным названием. У роутера есть фабрика, с помощью которой он создаст этот экран. И после того, как экземпляр view-контроллера нам вернется, мы сможем добавить его на экран, и пользователь его таким образом увидит. Цепочка длинная, но в принципе там ничего сложного нет. То есть большая часть от нас, как от пользователей дефкита, скрыта. Мы фактически работаем, наверное, на последних трех этапах. И в конце, по сути, нам нужно проинициализировать этот view-контроллер. То есть нам нужен виджет-провайдер, про который в самом начале говорили. Ему на вход нужен движок дефкита, дефкит-компонент. Это достаточно массивный объект. У него очень много параметров в конструкторе, среди которых есть как раз URL-хандлер. Создав его, мы передадим ссылку во view-контроллер. Надо не забыть там указать URL, с которой мы хотим загружать этот виджет. И по сути все. Наш нативный виджет готов. Он будет в результате загружать конфигурацию с бэкэнда, рендерить ее и отображать пользователю. И мы подходим к тому, что нужно, наверное, объявить о том, рассказать о том, какой же ценой нам это все удалось. Потому что это было, на самом деле, не так просто и не так быстро, как идет этот доклад. В итоге, первое, наверное, с чем столкнулись, это то, что порог входа все-таки здесь достаточно высокий. Потому что это сложная утилита. Сама технология не такая простая, как кажется на первый взгляд. И для того, чтобы с ней разбираться, тут нужны навыки, как технические, наверное, в первую очередь технические, так и умение работать в команде, потому что здесь от всех компетенций потребуется очень много взаимодействия. Потому что всем нужно договориться о том, как это будет работать. Но самое главное – понимать, с чем работаете. Потому что неправильная трактовка задач может привести к плачевным результатам. Это сильно отличается от привычной мобильной разработки. И не все согласны с этим работать. В процессе найма, вот как видно, здесь непонятно, что с специалистами, сталкиваемся временами с тем, что люди не хотят просто верстать на JSON-ах, вот хотим нативные верстки. Оправданно в принципе. И с этим тоже, если все-таки вставать на этот путь, то с этим придется как-то считаться, либо мотивированных людей как-то искать, либо выращивать их внутри команды, внутри компании. И со специалистами, то есть если брать привычный нативный стэк, то он сюда не подходит, как я говорил, нативной верстки нет. Тут либо DSL используем, но это тоже не верстка, либо бэкэндеров заставлять верстать на бетоне, что странно. Хотя у нас это тоже происходит, и вроде ребята не сильно расстроены этим, иногда даже бывает интересно. Ну, либо на JSON-ах, но это тогда получается сеньор JSON-девелопер какой-то. Но тем не менее мы получили то, что хотел, сделали то, что хотел бизнес. У нас есть инструмент, с помощью которого мы все-таки уже запускаем те промо-акции и тестируем гипотезы, которые требуются. Мы счастливы по итогу. На этом у меня все. Спасибо за внимание. У нас, если кому-то интересно, можно ознакомиться с вакансиями, поговорить с HR. Артем, большое спасибо за свой доклад. Было очень интересно. Давайте теперь попробуем перейти к вопросам. Но сначала хочу напомнить о том, что вопросы можно так задавать в онлайне. И также мы ожидаем там, в общем, вопросы. Давайте первый вопрос. Я, если не ошибаюсь, вот молодой человек первый поднял вопрос. Привет, спасибо за доклад. Хотел поинтересоваться насчет такого момента. То есть, если, допустим, нужна какая-то там новая верстка, новый виджет, нового типа G7-сончик прилетел с бэка, все хорошо, он появился. А если какая-то бизнес-логика в части нативного кода, вам получается все равно ревью проходить, релиз выкатывать, новую версию собирать, то есть вы все равно это дело обойти до конца не можете. Тут зависит от того, как подойти к реализации. То есть можно даже бизнес-логику при желании вытащить на бэк. Вопрос встанет в том, что оправдано ли это. Просто есть очень сложный сценарий даже у нас, и там трудозатраты могут не оправдать. Ну, то есть вы ее не так часто меняете. Но в целом это возможно. А в этом случае не выйдет ли, что если много логики вытаскивать на бэк, то очень много взаимодействия будет через бэк, очень много походов в сеть, а это скажется на скорости, на latency и на user experience. Все правильно, так и есть. Но это цена, которую вот за сервер-дрионью приходится платить. Тут все по-разному решают. Тут можно и без бэка в ряде случаев пытаться обходиться как-то, но да, все правильно. Это цена своего рода. Давайте следующий вопрос. Вот первый молодой человек поднял вопрос, пожалуйста, справа. Да, привет. Спасибо за доклад. Хотел спросить вот такой момент. Как вы решаете проблему с версионированием? Получается, может быть такая ситуация, что приложение у пользователя старое, а с бэкэнда приходит вьюшка, там новый какой-то JSON, который она не умеет парсить. Вот что в таких случаях происходит? Спасибо. С трудом мы ее решаем. Это надо на бэкэнде предусматривать, чтобы он не присылал такое, потому что, по сути, это приведет к тому, что виджет просто не отрендерится. Ну, то есть, получается, в таких ситуациях вы должны рассылать пользователям JSON в зависимости от того, какая версия, да? То есть так получается. Да, все так и есть. Больно. Там более того надо учитывать не только версию мобильного приложения, но и, может быть, даже операционную систему. То есть там сегментация такая нормальная получиться может. Это, да, это тоже сложности. Мы пока не до конца с ней справились, честно говоря, но в процессе находимся. Спасибо. Ну, тут, на самом деле, еще добавлю то, что по умолчанию все-таки Дивкит умеет обрабатывать те блоки, которые он не поддерживает. То есть, например, ему какой-то новый блок, блочок пришел, то, как минимум, бэккомпат, он не отрисует этот блок. Ну, то есть пользователь не увидит что-то там поломанное, скажем так, но, в принципе, если мы что-то там новое предусматриваем, то в некоторых случаях может и некорректно какая-то там бизнес-логика работать. Поэтому это вот как раз-таки та боль, про которую Артем я сказал. Давайте следующий вопрос. Вот молодой человек справа. Блин, спасибо за доклад. Вопрос простой. Вот сейчас вы уже как бы прошли какой-то путь, уже напоролись на какие-то грабли, прям конкретные местами, да, судя по версионированию. Оно того по итогу стоило? Последний слайд. Но оно стоило с той точки зрения, что ряд проблем оно решает. Просто тут момент встает с тем, что иногда можно начать применять инструмент не по назначению. Вот тогда возникнет ситуация, как вот вопрос от молодого человека был, то, что начинает переносить то, что может и не стоит переносить, действительно не так уж часто оно меняется, может ревью. Это не такая, это меньшее зло, чем вот внедрение server-driven UI, если я правильно понял вопрос. Ну да, здесь просто из того, что ты рассказал, звучит как будто бы, коль вы уже делаете вот этот редактор джейсонов, да, условно говоря, вам же ничего не мешает его сделать не под схему девкита, а под свою собственную, написать свой собственный конструктор вьюх, который прочитает этот самый джейсон, и в рантайме вам сгенерит эту самую вьюху и покажет на экране. Ну, если речь опять же про баннеры идет, и там просто списки, коллекции и так далее, то есть про, ну, условно, и коммерс элементы стандартные. Там, ну, не так много как бы элементов, из которых можно это все слепить. Я, честно, вопрос немного не уловил. Смотри, чуть-чуть переформулирую. Внедрение девкита заставило вас для ваших коллег, которые будут заниматься непосредственно UI, сотворить инструмент по созданию этого самого UI. А, об этом речь. Ну, да, да, да. И про дминку. И поскольку этот инструмент генерирует некий джейсон для девкита, он с тем же успехом может генерить, во-первых, не джейсон, а бинарь. Ну, в смысле, бинарный джейсон. В том формате, в котором он мог бы обрабатываться напрямую мимо девкита. И не надо было бы так сильно болеть с тем, что вам нужен питон UI-девелопер и так далее. Я слышу то, что нам тогда потребуется реализовать подмножество из компонентов девкита, как будто бы мы повторять будем частично его реализацию. Этим путем имеет смысл идти, если действительно это слишком сложный инструмент и задача намного проще, конечно, да. Если это что-то такое простенькое, то можно и самим написать, да, действительно. Но это все равно сервер-дривен UI получится. Да, конкретно в наших реалиях все-таки нам нужно очень много чего верстать. У нас довольно сложный юзер-интерфейс, поэтому вот как раз-таки те UI-элементы, которые описаны в девките, они нам вот очень хорошо подходят. Спасибо. Давайте следующий вопрос. Вот молодой человек на заднем ряду. Привет. Спасибо, что поделился опытом. Такой вопрос, два будет связанных. Насколько сложно было подружить BDUI-фреймворк сторонний с вашей дизайн-системой, которая у вас уже есть? Ее скорее пришлось реализовать вот на базе этого BDUI-фреймворка, если я правильно понял вопрос. Ну, то есть у вас все равно же была какая-то дизайн-система ваша? У нас гибрид был, была дизайн-система, у нас был гибрид, и она была в вебе. Вот, соответственно, когда мы внедрили SDI, в нативе все равно нет дизайн-системы, и мы ее делаем на BDUI. То есть у вас сейчас все будет на BDUI? Когда-нибудь, наверное. То есть нативные компоненты у вас остаются при этом? У нас очень мало нативных компонентов. Когда я говорил про гибрид, это было все приложение гибридным практически. Там есть модуль один, он нативный, но он отдельный полностью. А так у нас не было нативной. Дизайн-система, мы когда на гибрид перешли, фактически в нативе отказались. Она уехала в веб-приложение. Угу. Понял. Ну тогда второй вопрос спадает. Спасибо. Вот тут, наверное, еще добавлю про дизайн-системы. Если вот сравнивать именно с нативной разработкой, как обычно дизайн-система нам приходит, мы токены прописываем у себя на уровне компиляции, то здесь у нас токенизировано уже будет, грубо говоря, в админке. То есть мы токены там задаем, и нам с бэкэнда уже токенизированные всякие UI-компоненты уже будут приходить. То есть вот тут вот такое прям главное отличие, наверное, классический дизайн-система, если в нативной разработке бы. Вопрос. Вот слева от молодого человека. Огромное спасибо за доклад. Вопрос в следующем. Бизнес как-то поменялся в связи с тем, что вы перешли на BDUI. Ну, приведу пример. Если у вас много взаимодействия с сервером и вся логика практически вынесена туда, то человек, который приходит с мобильным приложением в магазин, который может находиться и в подвале, и там где-нибудь в торговом центре, где нет хорошего покрытия сотовой связи. Соответственно, может быть, Wi-Fi доступ должен быть в магазинах теперь или усилитель сигнала сотовой связи. То есть из-за того, что поменялось приложение, пришлось ли менять бизнес и есть ли мысли в эту сторону. Видимо, в курсе, да? Как дела обстоят? Просто логические размышления. Я понимаю, да, это актуальная проблема. На самом деле, вот с помощью в гибриде это было очень актуально, потому что, как я говорил, веб-приложении не всегда могло в этих условиях грузиться. И это одна из причин, по которой на SDUI переходили. Управление данными все-таки частично натив смог сам вернуть себе управление ими. И рендерить частичные экраны. То есть доступность приложения фактически больше стала. Это вопрос к этому был? Ну, в том числе. Ну и как пользователь вашего приложения, как бы мысль такая, что, может быть, не всегда придется выходить из магазина, чтобы поймать, там, открыть карточку свою скидочную и так далее. Мы работаем над этим, да. Спасибо. Спасибо. Вот справа есть еще у нас один вопросик от молодого человека. Да, спасибо за доклад. Очень интересно. Вопрос про метрики. Замеряли ли вообще сокращение кодовой базы? И насколько изменилось, ну, условный старт? У вас же, по сути, есть компонент, UI контроллер, и он все грузит из сети. Мне хочешь? Я тебе, да, верю. Спасибо. Я не помню этих цифр просто. Если не ошибаюсь, вот на самом деле на Android, вот могу рассказать, на iOS это честно не знаю, но на Android я замерял старт приложения, и там речь шла порядка о 80%. То есть сам старт приложения, он увеличился. Ну, опять же, мы тут учитываем то, что у нас в гибриде был бандл, довольно много места он занимал, вот, и, а тут все-таки G-соечки у нас покороче. То есть из-за того, что они поменьше, мы меньше данных грузим, у нас сам старт быстрее гораздо. Плюс, ну, еще мы можем выехать на кэширование, конечно же. Да, это совет был. Вот, да, ну, опять же, у нас в условиях, как правило, приложения, там, когда-нибудь клиент пятерочки условно или перекрестка, заходит в подвал, у него там сеть не ловит. И, если честно, вот с кэшом очень сложно работать в гибриде. И вот как раз-таки вот с BDUI это нам удалось, в принципе, решить. То есть мы какие-то данные важные для пользователя всегда кэшируем и грузим только вот, как бы, самое важное. Вот. Ну, в целом, да, можно сказать, что увеличился. Если вопрос по скорости рендера и сравнивать, как бы, с классическим нативом. Ну, в целом, визуальный, как бы, артефактов каких-то там зависаний в целом нету. То есть единственное тут, если в теории так посмотреть, то, естественно, если мы сравним с нативом, то тут единственное добавляется время на парсинг сам, джейсонов. И он чуть-чуть может там добавлять время, но на практике это, если честно, не особо заметно. Поэтому мы как раз-таки вот скоростью работы очень даже довольны. Вот особенно сравнивая с предыдущей нашей реализацией гибридом. А кодовая база выросла. Мы же затащили SDUI на тип, его не было раньше. Вроде как девки занесли, но с другой стороны у вас компонент стал просто и все. Да, у нас, по сути, бизнес-логика на бэкэнде. И на самом-то деле кодовая база у нас особо-то не сказать, что выросла. Ну, опять же, у нас до этого гибрид. Опять же, у нас там все на фронте было, вся бизнес-логика продуктовая. А здесь у нас как бы только своя, скажем, коровская оберточка, которая позволяет вот эти все конфиги в разных там экшенах обрабатывать, все вот это дело, компоновать все красиво. И на самом деле у нас, по большей части, вот в нашей команде больше в нативной. Больше такая техническая разработка уже. То есть продуктовая у нас в основном все-таки вот уже старается на сторону бэкэнда переноситься. То есть они там могут и сверстать экранчики нам, и связать это с данными. То есть продуктовая больше как раз вот туда именно идет. Я правильно понимаю, что вы можете с бэкэнда добавить условно новую навигацию, новый экран? Конечно. Конечно, можем, да. Как вот Артем описывал, у нас фактически динамический граф навигации может быть. Спасибо. А вот еще есть вопрос по центру. Привет. Суперкрутой доклад. Такой быстрый вопрос. А не приходилось ли вам контрибьютить в DevKit, потому что он опенсорсный, чтобы решить какую-то свою проблему? Мы скорее узнавали у них, есть ли у них что-то для нас, то, что нам нужно, но мы почему-то не нашли. Контрибьютов не было пока. Вот. Я почти дошел до контрибьюта. Прям нашел, короче, багу, но чуть-чуть, вот, времени не хватает. Но на самом деле, в принципе, уже даже правочку нашел там, как исправить. Вот, даже собрал сам DevKit. Но вот пока еще не законтребьютил. Не знаю, почему, но в принципе, мы идем в ту сторону, стараемся тоже. И всех тоже призываю контрибьютить DevKit. Это, на самом деле, очень крутая платформа. И она вот позволяет нам, как бы, не очень дорого реализовать в себя подход к бэкэнд-драйвену ЮАЙ. Мы тебя только что подтолкнули к этому. Я думаю, на сегодня у нас все. Еще раз попрошу аплодисменты. Спасибо большое, Артем. Спасибо.